просматривая свои вырезки я все-таки думаю что нужно как-то их чуть-чуть сортировать можно сказать что я уже для нескольких еще разворотов подобрала и будем пробовать работать с тем что есть сейчас сейчас какой-то выкладку сделаю мне очень это коза нравится это художесть художница наша катарына рисовым кодом очень мне нравится это коза я думаю что это коза такая чудесная совершенно она очень как джек он да у нее получилось так пробуем пробуем раскладки нравится этот авто также хочется конечно поддержать вот эту часть чтобы они совсем не были раз на бой такой ну вот коза хочется ее акцентировать не могу понять еще на что она у меня может смотреть в коза хорошая но пока смотреть ли не на что так красивый вариант может получиться наверное я вот так коза с деревом тоже очень классная получается еще у меня есть для нее вот такая пара но она слишком много займет место я оставлю вот такую же палитру которая у меня была предыдущая тематику вернее которую не было предыдущая посмотрим какие вот так еще могут быть на но это слишком слишком яркий я думаю что вот этот красивый элемент здесь у меня хорошо разместиться сможет иногда совпадают рисунки перспективы девушка у нас может смотреть на вот таких но это не обязательно чтобы что-то совпадало должно лечь пойти в руку пока пока не удается честно говоря процесс сложный или может быть подобрала и не то что принципе у меня вот это очень нравится компоновка но она мне здесь не подойдет я же иногда думала так совместить не всегда получается составить коллаж быстро но мысль работает и воображение то три разворота которые у меня получились этом моем блокноте разворот первый это все журнальные вырезки мне очень нравится создавать такие книги моего авторства скажем делать такие коллажи и записные книжки таким образом украшать и третий разворот вот такой очень хорошо мне понравилось как работает по бумаге калька такой серебристый маркер люблю еще когда есть такие элементы неожиданные этот не очень сейчас подсвечивает конечно может быть не все здесь тоже видите использовала этот этот серебристый он смотрится немножко оливково-зеленым такой серебристый золотистый золотистый вот здесь у меня какой текст здесь предполагается раз уже я текст предполагается на тему я очень люблю собирать вообще любую тему о жилье как таковом я люблю рассматривать отели условия в отелях апартаменты новые какие-то жилые комплексы и мне нравится очень тема навсегда для меня интересно это проживание в домах с гостиничным обслуживанием это когда вы живете в доме но в доме есть весь сервис который присутствует в отеле вот такого плана дома всегда мне интересно какие услуги предоставляются как эти номера выглядят кто жил как шикоко шанель например да мы прекрасно знаем отель риц в париже она там прожгалет но очень много известных и художников и очень много актеров живут в таких домах тауэры по сути это отель вернее по сути это жилой дом где она каждом этаже может находиться или один апартамент или несколько или кто-то на самом районе тематика не интересно что есть такая тенденция в мире о том что растет спрос у людей на такие по сути это как только у у вас общий сервис общие зоны это уже это уже коливинги и не важно сколько это стоит это коливинг высокого уровня стоящие где-то в лондоне центре лондона или на манхэттене токио или это коливинг который создан талантливыми людьми у нас в киеве для для например студентов или креативных людей вот такая тематика интересует я подбираю такую информацию и вношу ее мне кто-то скажет зачем если это не проект или это если не ваша работа мне нравится мне нравится такая такие отвлеченные темы и я так информацию так вот подбираю подбираю это у меня такой будет блокнот пылесос пылесос он будет пылесосить интересную информацию так как конечно можно очень много всего скопировать диджитализировать сделать ссылки напоминания заметки разные сразу ссылками но я делаю некоторые выводы ремарки аннотации на какие-то замечания плюс мне нравится писать и оформлять но я сохраняю некоторые фотографии планировки я сохраняю у себя на компьютере просто в электронном виде так что сейчас сделаю некоторые записи уже странички приготовила будут таком интересном нету здесь никакой привязки к теме можно делать привязки в тег теме если вам нравится они у меня сейчас идут скажем так в разрез с одной стороны это у меня арт арт коллаж и не а с другой стороны это такой консперт 22 разных направления сделаю такое уточнение что я еще видела эти блокноты с крафтовой бумагой в сети магазинов сократ не только на рынке на почаяние петровка книжный рынок и нужно еще подобрать инструмент которым вы будете писать на крафта по крафтовой бумаге потому что она конечно впитывает в себя все чернила из вашей чернильной ручки из линера покажу как выглядят записи которые я сделала получился такой мой собственный журнал я по сути так и делаю это будет выпущенная мной журнал книга учебник сборник коллажей скетчбук коллажей и так далее но здесь я буду планирую что я буду собирать информацию которая касается темы проживания в апарт отелях в отелях в жилых квартирах которые обслуживаются отельным бизнесом не обязательно это какие-то крупные отели такие как критс я уже называла и лесовой это высокая высшая лига скажем так раньше вообще существовали гранд-отели гранд-отель это это в принципе целая такая целая махина где проживающий клиент человек который проживает в гранд-отеле он может получить все абсолютно услуги не говоря уже там понятно что стирка и так далее да но может получить все как все как в жизни все как дома гранд-отель это отель предоставляющий полный спектр услуг для человека то есть принципе все что все что реально выполнить в гранд-отеле выполнят там есть огромное количество обслуживающего персонала это очень сильно людей подкупает кто имеет финансы для этого и кто не хочет заморачиваться выбором никого не беспокоит выбор там стен мебели в свою квартиру люди живут в гранд-отелях до сих пор я думаю что это очень хорошо что люди могут себе позволить такую жизнь но тема совершенно другая это очень романтизированная мне кажется это такая романтика жизни особенно когда мы говорим о том что интересные такие творческие люди тоже такой образ жизни задали тон сейчас мы будем я пытаюсь собрать информацию о такой традиции о услугах предоставляемых что это за здание что это за дома я выписала название этих домов может быть даже там получится парочку фотографий вставить что это за здание рассмотреть вот как бы от от начала всего как задавался этот тон и как сейчас активно это используется для такого понятия как коливинги когда вы можете спокойно получить за очень хорошие в совершенно меняемые деньги и сервис намного выше потому что уже очень много приложений уже очень все автоматизировано прекрасные холлы это такие смарт-дома коливинги смарт-дома а это экономит и ресурс и деньги и время все автоматизировано все на карточках везде стоят камеры ремонты сделаны соседи не стучат вот такая история мне очень нравится ну вот и добавлю некоторые фотографии это гранд-отель риц в котором всю жизнь жила шанель здесь мы видим асторию также мы видим отель в котором жил хемингуэй апарт отель это известная башня тауэр трампа в котором тоже находятся апартаменты некоторые современные так кажется лондон холлы лондоне а это испанские апарт отели в которым тоже ну можно в дара в дара находится в лас-вегас апартаменты гаражи паркинги все что угодно все услуги это берлин это берлин целый такой коливинг дом вот такой холл в этом я некоторые повыбирала находила фотографии вот такие необычные коливинги апарт отели ну и конечно организация пространства внутри для жителей 6 7 6 7 7 Продолжение следует...